Субтитры сделал DimaTorzok 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 так немножко рыба отвлекла нас от плова сейчас были первые пики на крайнюю правую удочку это чтобы наблюдать и пока мисс бом готовить плов разжигаем ангальчик так разгорается наш костер сейчас установим приспособу для нашего казана вот этот рыбка пока молчит ну и пока рыбка молчит у нас есть возможность приготовить плов переместился немного к маналу для того чтобы уделить плов занскому нашему время разгорается кастрика уже казана по готове рис стоит замоченный у нас перчик морковочка все как бы все на месте все в ожидании маслечко залили для плова я использую очищенные куриные бедра без костей без шкуры вот и сейчас буду закладывать их не сразу можно закладывать и нужно это делается для того чтобы мы дали мясо запечататься это говорится обязательно потому что если мы не дали запечататься мясо наши обжарили запечатали теперь будем добавлять лук тоже обжарим все вместе с мяском потом морковочка и будем делать зирвачок это амур скорее всего надо подсекать не хочет паровоз давать скорее всего амур амур небольшой мурчик амур сошел есть первые узи это около пятерочки приятный малыш поклевка была на красам насадка красам 8-10 миллиметров такой вот амурчик тихо тихо барбус вот такой вот ну где-то пятерка железная такой амурчик для старта и отпускаем нашего амурчика по папу и маму по дедушку по бабушке пока пока разбирался с амурчиком у нас лук сгорел ничего бывает нельзя не 10 труб короче вот такой у нас зерва чок там барбарисик у нас все так сразу закладываем сюда делаем перчик вот так вот заложен чесночок обязательно таким образом и накрываем крышечкой и пускай томится так а у нас была только что первая поклевочка и мы идем перезавозиться тут все у нас уже такой в принципе рабочий процесс сгоревший лук мы подоставали и в принципе ситуация уже налаживается так все сейчас будем делать перезавоз на ту удочку на которую клюнула что-то немножко до увлажнила палочку где-то тьмы в а то и у в потому как запрессованный водоем корма нужно не переборщить прищепку и теперь отправляем на первую точку поехал наш корабль и 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 теперь потихонечку сделаем минимальный жар и пускай тоже напитывается нашим веревком. Накрываем крышечкой и все и пускай напитывается. Так, смотрим что у нас тут получилось. Вот такой вот плавзанский, с обычного риса, без всяких понтов, обычный плов. Так, ну что ребятки, вот и настало дело ужина. Хотя у меня это на самом деле завтрак. Так что будем сейчас завтракать ужинать. Овощий сырочек. Красивенько. Согласно. Будем приступать к трапезе. Так, начинаем делать вечерний перезавод. Так. 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 Делаем щепку Включаем вечерние огни на кораблике Выбираем точку Завcker Внутри Крутили Красная и завезлись делаем дальше снимаем нашу прищепку выкрываем скобу прищепка самодельная мне такая прищепка получается сколько мне обошлось в 20 гривен элементарно два самореза пластик не нашел и из кухонной пластиковой старой ложки короче сделал сарае валялась 20 гривен для завоза просто идеально как дугу вымотали проверяем все отпускаем отпускаем наш фрикцион для того чтобы не утянем лаудилище ждем вечерних карпов красочку возьму да 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 ну да 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рыба дала выспаться, слава богу... На водоеме сейчас тишина... Все спят... Рыба спит... Я уже сделал перезавоз и в ожидании поклевок... Пью утренний кофе... Поэтому ждем... Только что на паровоз... Ну давай, да еще паровоз... Все, там сидит, буду подсекать... Давай, давай... Да, там сидит, надо подсекать... Так, и вот опять... Такая торпеда клюнула... Ну... Рассказывай, что ты нам скажешь... Что ты расскажешь... Хочешь, чтоб тебя отпустили, да? Хочешь, чтоб его отпустили... В принципе, такая торпеда... Продавала утренней поклевочкой... Не дается... Наконец-то... Вот такой вот... Барбос... Ну, тут... Семерка, восьмерка где-то... Вот такой красавчик... Поклевочка амура... Вот такой амурчик бой дает... Хорошо сопротивляется... Хорошо сопротивляется... Заводит на все они будущие виды... Вот такой скоростной... Хочется мне, чтоб был карпик... Но тут... Не карпик... Амурчик... Это такой неплохой тоже... Парень пузатый... И с этого можно и подвзвесить... Вот такой амурчик... Ух ты... Какой... Какой бойкий... И посылаем его... Не на... А за папой и мамой... По дедушку, по бабу... Вот такая... Пока-пока... Вот так вот внутри палатки... Вот стою полный рост... Сейчас вот что было видно... Так... Потихонечку палатку... Сейчас буду сворачивать... Потому что... Она уже не нужна... Рыбалка суточная... Поэтому... Поэтому как-то так... Что там мы с Саней... Видно... Друг друга не допоняли... И... В итоге... Я должен был рыбачить до двух... А оказалось... Приехал человек до 12... На мой сектор... Поэтому... Пришлось... Быстренько сворачиваться... И уезжать... Я уже не стал спорить... И... В общем... Собрался и поехал... И... Итоги рыбалки... По факту... Четыре рыбы... Вот... Еще были какие-то... Непонятные пики... Но... Я даже не вытягивал... Не вымакивал... Реальные... Четыре поклевки... Четыре реализованные... Рыба клевала... Амур... От пяти... До семи килограмм... Вот... Что еще... Все клевала на круассан... На одну удочку... На правую точку... Я справа там сделал точку... Возле розовой таблички... Вот... Ну... В этот раз... Клев слабый... По всему водоему слабый... Как бы... У всех там... Две-три рыбы... В общем... Как-то так... Ну... А вы подписывайтесь на мой канал... С вами был... Карпник... Поэтому... До новых встреч... Всем пока...